Первое послание Тимофею, святого апостола Павла Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил Тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божьи назидания в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего отступивши некоторые уклонились в пустословье, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, лжецов, клятва преступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Благодарю давшего мне силу Христа и Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего и Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе и Иисусе. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос и Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтоб Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувши потерпели кораблекрушение в вере. Таковы и Меней и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать.